Как и где найти вдохновение? Хороший вопрос. Ну и забегая вперёд, хочу сразу ответить, что не знаю. Но постараюсь сегодня показать, рассказать, ну и заодно поговорим немного. Погнали. Ну сижу, значит, я в общем как-то занимаюсь своими важными жизненными делами. Один манул, два манула, три манула, четыре манула, пять манулов, шесть манулов. Ну и как вдруг понимаю, что очень сильно устал, и пора бы, наверное, уже лечь спать, время уже позднее. Ложусь, значит, лежу такой, залипаю в телефон, и слышу вот в голове играет такой офигительный мотив. Вот я прям вот чувствую вот этот мотив, вот прям вот такой мотив, что вот сейчас вот если бы я его записал, это вот бомба бы была, вот по-любому. Ну я, короче, ничего круче не придумал, чем взять мобилу, короче, да, которая у меня перед глазами, а включить диктофон и записать этот шедевральный мотив. Ну, вернее, не записать, а просто напеть, дабы потом я с ним разберусь. Ну и потом, короче, вроде вот как наступило. И, ну и давайте послушаем, что за 12-секундный шедевр я смог напеть в диктофон. Ну и вы, конечно же, сходу сразу скажете, типа, чё это за говно? Ничего. На что я вам отвечу, там, где быдло не увидит сути, творец музу поймает в сети. Ну и возвращаясь к предыдущей теме, попробуем разобраться, можно ли сделать что-то из вот этого. Даже круче, можно ли сделать что-то из ничего. Ну, погнали. Значит, открываем флэ, кидаем этот кусок сэмпла на плейлист. Затем быстренько-быстренько всё это нарезаем в соответствии с темпом. Нам нужно разобраться с тональностями и нотами. Соответственно, берём этот сэмпл, кидаем его в ньютон. Затем центр в максимум, вибрато в минимум. Теперь каждая нота у нас строго в центре. Ну и теперь я могу определить, что у этого сэмпла начальная нота соль диез. Соответственно, и мелодию я буду писать в тональности соль диез. Ну и давайте послушаем, как это всё будет звучать, уже будучи в корректоне. Ну и, соответственно, подберём мелодию. Вместе. Пэды. Куда без моего любимого электропиано. Ну и начнём делать фокусы с сэмплом. Мы сделаем две дорожки с этим сэмплом. Затем нижнюю дорожку. Подрежем всё это. Давайте послушаем, что у нас получилось. Ага. До этого мы резали и стретчили. Теперь мы будем пичить. Многие себе даже не представляют всю мощь и силу пича. Я видел, как ребята с запада на три ручки пича фигачили по 50 автоматизаций. В этом невозможно разобраться. Но это круто. Так что пич – это мощь. Запомнили, усвоили. Пич – сила, стретч – могила. Блин, гениально. Пожалуй, так и назову свой финальный, не побоюсь этого слова, а микс. Накинем грузбита, посмотрим, как смещит. Сделаем эквализацию, найдём все резонансы. Затем фазер. Ревер. Конволвер. Такой же ревер, только круче. Выставим бочку бачулю. И пич мы сделаем через автосюн вот этой ручкой. Теперь поиграемся с грузбитом. Ну и думаю, дело осталось за малым. Незначительной обработки. Разукрасить проект, и можно послушать, что получилось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!